Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 3, 2 бензиновые, 343 л.с., механическая коробка передач, задний привод, машина 1999 года, выпуска. На кузове были небольшие сколы, кое-где царапины. На капоте и заднем крыле была просевшая шпакловка размером с монету 2 рубля 1 человек. Кузовщик мне сказал зачем ее красить, она же не урод. Но если и красить, то нужно ободрать все до металла, идеально выстучать, прогрунтовать и только потом красить. Думаю такая машина должна быть в идеале, и я решил ее красить. Двигатель S54B32 постепенно готовится к установке в мою машину. К моей радости особых сюрпризов его разборка не принесла, все слава богу в норме. Из неприятностей единственное пришлось регулировать воносы, для этого сделали небольшую приспособу. Сейчас взятайм-аут на пару недель, жду кое-какие детали. Субтитры сделал DimaTorzok Пока машина на лифтинге, делаем подтяжку экстерьера, чтобы не терять драгоценное время. Я занялся салоном, правда кое-что было сделано раньше. Перетянут руль, перетянуты сиденья, ну и помелочевки. Ручки дверей, ручка КПП, ручник все затянутые в черную матовую кожу с красной отстрочкой. В салоне оставалась парочка некрасивых мест, сегодня от них избавились. Фото салона Фото салона Фото салона Родная магистраль выхлопа двигателя РС-54 представляет из себя две трубы диаметром 63 мм. Родная зеточная с двигателем 2,8 на выходе после резонатора Только одну трубу такого же диаметра, выхлоп нужно переделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Установлена выхлопная система на машину Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый подвески изготовил распорку. Распорка изготовлена из алюминия до 16 лет своими силами и по своему усмотрению. Для ее изготовления потребовался фрезеровщик, токарь, сварка аргоном и немного наждачки и полировальной пасты. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова После долгих сомнений и переживаний я решился и все-таки купил в качестве донора Радчтер З3 рестайлинговый. Состояние таксяк чем-то напомнило состояние моей купешки два года назад, сразу после покупки. Кто не в курсе донор не для запчастей, а для изготовления прицепа из задней части машины. До изготовления прицепа все они доходили руки и вот появилось окно в делах и можно заняться давно намеченным делом сплотно приступить пока, что к уничтожению автомобиля. Первое, что пришлось это скинуть с машины все, что мешает сверху и снизу, запаковать и отправить уже проданные запчасти, ну и взять болгарку и вперед. Прицеп в это время все приобретал новые опции и формы. В багажнике появилась ниша под запаску, в подкапутном пространстве консоль для магнитофона и подъемный столик. Субтитры сделал DimaTorzok Прицеп потихоньку оббитает законченный вид. Капот из стеклопластика готов полностью. На капоте присутствуют и ниши для динамиков, плафон освещения от E46, доработанные Z-точные жабры. Прицеп переехал в новый цех на покраску, так что через дней 10 будет в цвете BMW Hillrod. Для прицепа куплен комплект дисков BBS 17-ти хрупий, правда со 114-тью разболтовкой. Первоначально хотел пересверлить центра на 5-120-х привалочной плоской, но стало жалко диски, решил сделать проставку переходник. Субтитры сделал DimaTorzok Вчера забрал свой прицеп из Ставрополя. Эмоции переполняют, вышло реально супер. Зетка и так привлекала внимание, с прицепом это вообще нечто. На ходу мой автопоезд ведет себя просто изумительно, нет и намека на рысканье, дерганье, все было таков в этом духе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok